Приветствую вас, дорогие мои голубушки! Приветствую вас, дорогие мои сударыни! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Ну, во-первых, в строках моего письма хочу вас, конечно же, поздравить с днём весны. С днём 8 марта, женским днём. Пожелать хочется вам, конечно же, здоровья, дорогие мои. Здоровья, ещё раз здоровья. Здоровья, любви, материального достатка. И вообще, будьте счастливы, солнышки мои, будьте счастливы. Пусть у вас будет всё-всё хорошо в жизни. Это главное. Вообще, знаете, март месяц, он довольно интересный. Не знаю, как у вас, но у меня именно в марте месяце появляется ощущение, что во мне что-то просыпается. И именно в марте месяце я уже заметила. Как правило, я начинаю что-то новое. Начинаю... Новые события у меня происходят, новые ощущения появляются. Как вроде бы, знаете, открываются во мне дополнительные шлюзы. И поэтому именно март месяц я всегда называю шальным. Ну, в моём понимании, конечно, шальным. Может, у вас это всё по-другому. Ну, не будем отвлекаться. Давайте приступим непосредственно к делу. Итак, какие события ожидаются для овнов? Какие события ожидаются для овнов в марте 2020 года? Я не зря заговорила про шлюзы и про шальной месяц, потому что у меня немножечко изменится расклад. И я хочу посмотреть на картах у вас, какие шлюзы у вас откроются. И откроются ли они? И если откроются, то что принесут? Об этом нам как раз расскажут первые три карты. Так, что касается событий. Какие события ожидаются в профессиональной сфере? Какие события ожидаются у нас в финансовой сфере? И какие события ожидаются в семье, в домашних делах? Дальше идём. Как служат соотношения в любовной сфере у тех, у кого есть партнёр? Так, какие события ожидаются у тех... Ой, извините. Какие события ожидаются в личной жизни у тех, кто свободен? Свободен, находится в поиске партнёра. Итак, что уйдёт? Наверное, лучше мы вот так вот сделаем. Да. Что уйдёт в марте месяце? И что придёт в марте месяце? Вот так у нас... Сейчас я посмотрю, что там у меня. Ага, всё нормальненько вроде бы. Итак, начнём, дорогие мои. Начнём, начнём. Первой картой у нас выпала карта Суд. Она нам говорит, дорогие мои, что у вас в энергетике произойдёт какой-то... Не сказать, чтобы переворот, но я бы... Скорее всего, это как, знаете, как проснётся старая энергия в обновлённом виде. Вот так вот я бы сказала, да. То есть это у вас было раньше. Ну, как давно, сложно сказать, но оно было. Может, даже вы о нём уже, об этой энергетике, об этой степени энергии, может, вы уже и забыли, как она ощущается. Так вот, март месяц, вполне возможно, будет для вас открытием. Вы вспомните, что вы были именно такие энергичные. Всё у вас, как говорится, вспорилось. Были желания, были какие-то новшества, были какие-то порывы. Даже в движениях. То есть вот именно ваша такая, знаете, наблюдалась у вас какая-то динамика. Причём бешеная, возможно, динамика. Так вот, дорогие мои, в энергетическом плане, в энергетическом, у вас откроются шлюзы. И у вас эта энергетика, она просто вас, ну, скажем так, окутает с ног до головы. И выбора у вас, возможно, не будет, понимаете. Вот оно на вас, как говорится, нахлынет, и всё, и понеслась, и понеслась. Что вот касается желаний даже, посмотрите. Вполне возможно, что у многих эта энергетика энергии будет направлена на отношения. На создание партнёрства, на поиски любви, на поиски каких-то душевных отношений. Такие желания могут открыться. Такие шлюзы желаний. Потому что двойка, чаш, она всегда говорит о чувственности. Она всегда говорит о поиске партнёра. Не важно, партнёра личного или делового. Но вот именно на желание контактов. И ещё раз контактов. Для кого-то это будет действительно контакты любви. Для кого-то это партнёрские контакты, связанные с какими-то делами. Да просто даже с дружбой, понимаете. Вечеринки, чтобы с кем-то проводить. Посиделочки. Поговорить по душам. Вот такие желания могут появиться. Вот такие шлюзы у вас могут открыться. Шлюзы желаний. Что касается событий. Откроются ли какие-либо шлюзы событий. Здесь у нас выпал паш мечей. Ну, что можно сказать? Да, вполне возможно, дорогие мои. Но здесь есть маленький момент. Не всё будет происходить быстро. То есть события, они не хлынут на вас каким-то мощным потоком. Нет. Как вроде бы, знаете, дверочка будет открываться потихонечку. Потихонечку. Осторожненько, чтобы, как говорится, не захлестнуть волной вас. Вот. Соглядочкой какой-то. Готовы ли вы к этому, к этим событиям или не готовы. Вот как-то так. Вот эти шлюзы событий в марте месяце будут для вас открываться. Что касается событий на работе. То есть в профессиональной вашей сфере работа, бизнес, фрилансерство и остальные все заработки. Ваши заработки. Вернее, ваши дела. Заработки у нас будут отдельно. Здесь у нас выпала домочаша. Да. Можно сказать, что события будут. Но они, понимаете, они будут скорее у вас внутри. При, если можно так выразиться, вы их вначале будете проживать. Эмоционально проживать. Не исключено, что это будет связано как раз с открытием шлюз вашей волны новой энергии. Новой энергетики. И если не новой, то сильной энергетики. И вас будет будоражить. Вам будет хотеться что-то изменить. Что-то поменять. Как-то вот внести какие-то, может быть, новшества. А может даже вообще уйти с работы там. Или закрыть этот бизнес. Или наоборот открыть свой бизнес. Вот что-то в этом плане будет. Потому что дама, чаш, она всегда прежде всего говорит об эмоциях. Но так как у нас позиция профессиональности, профессиональной сферы, то, конечно, мы не можем говорить о любви. Но тем не менее. И тем не менее эта эмоциональность будет у вас присутствовать. К чему она приведет? Сложно сказать. Сложно сказать. Вполне возможно, что вот эти ваши эмоции, благодаря открывшимся шлюзам вашей энергетики и подготовке вас к событиям, к новым, они вот как раз и поднимут волну эмоций в вас. Вот мне так почему-то это видится. Идем дальше. Деньги. Отшельник. Карта отшельника. Ну, как правило, отшельник говорит либо об уходе от этой темы. Ну, неинтересно она пока вам. На данный момент тема зарабатывания денег будет как бы неактуальной. Но здесь есть и другой еще вариант. Понимаете? Для кого-то она наоборот станет максимально актуальной. Но не в плане каких-то действий, что все побежало, начала зарабатывать где-то, там что-то нет. Здесь у нас идут думы. Здесь у нас идут мысли. Здесь у нас идет вот именно как бы аналитика. Как, где, каким образом. Вот не с кондачка прямо вот сейчас, все, решила, постановила за один день, все. Нет. Прежде всего подумать, чтобы поступить умно, расчетливо, практично. И, естественно, и выхлоп такой получить, понимаете? Максимально большой выхлоп денежный. Поэтому, да, будут у вас возникать такие моменты задумчивости, скажем так, мыслительного процесса. Может быть, даже отстранение от каких-то дел в угоду повышения вашего финансового состояния. Да, вполне возможно, дорогие. Может быть, поэтому открывается желание партнерства, желание взаимодействовать, увеличение контактов, увеличение новых знакомств. Вот. Это вполне возможно как раз и для улучшения своего материального положения. Дальше дела домашние. Здесь у нас выпала семерка жезлов. Ну, что тут можно сказать? Возможно, возможно, у вас возникнут какие-то моменты. Даже, знаете, какие-то дела, которые вам захочется закрыть в этом месяце. Может быть, приостановить. Может быть, вы их увидите в новом свете и что-то новое откроется, что вы что-то неправильно делаете. И вот надо бы вот по-другому. Но для этого нужно остановиться. Возможно, для этого каких-то финансов недостаточно будет, допустим, если вы начали ремонт. Если вы задумали покупку, допустим, покупку какого-то мебели или бытовой, крупной бытовой техники. То здесь больше всего вот именно приостановочка. Либо, знаете, вполне возможно, что наоборот у вас откроются новые возможности расширить свои покупки. Расширить свои, как говорится, дизайнерские возможности, аппетиты или желания. И поэтому, естественно, надо все обдумать. Не торопиться. Семерка Жезлов говорит, что не будем торопиться. Но у вас все готово для этого. Абсолютно все готово. Ну, именно тот факт, что откроется что-то новое. Или наоборот. У кого-то, допустим, были какие-то обещания или возможности, вроде бы как светились возможности вложить деньги в дом в определенной сумме. Но эти возможности, как вроде бы, ну, не то чтобы прикрылись, но растянулись во времени. Вот. Вот так мне видится события в вашей домашней сфере, в вашем жилье, в вашей семье. Ну, что касается отношений в семье. Ну, семерка, конечно, Жезлов, она говорит, не исключено, что в отношениях наметится какой-то прогресс, если можно так выразиться. Ну, прогресс в каком смысле? Что, может быть, вы в своем партнере или у членов семьи заметите что-то новое для вас. И вам придется на ходу, как говорится, перестраиваться, перестраивать свои отношения. Или наоборот, их выяснять. Выяснять до конца, что это значит и к чему это может привести. Дальше. Любовная тематика. Как сложатся отношения, дорогие мои, у тех, кто имеет партнера? Ну, здесь выпала дама Пентакли. За вас беспокоиться нечего. Дама Пентакли, сами знаете, она уверенная в себе. Она знает, что хочет. Да, возможно, здесь, как говорится... Извините. Чувства, как говорится, не пылают огнем. Но вы знаете, что вы хотите от ваших отношений. И их в марте будете выстраивать так, как вам нужно. Ну, так же дама Пентакли говорит о подарках. Посмотрите, как она красиво выглядит. Ну, естественно, март месяц. Будут поздравлять и родные, и партнер. И сами вы себе обновочки будете покупать. То есть, вы будете, вполне возможно, чтобы еще больше понравиться своему партнеру, вы будете себя украшать. Вы покупать обновочки будете. Или ваш партнер вас одарит какими-то материальными благами. То есть, все отлично. Все отлично. Дальше. Для тех, кто свободен. Здесь у нас выпала шестерочка мечей. Ну, можно тут, конечно, предположить, что март месяц вызовет у вас желание еще больше... Еще больше приложить усилий для знакомства. И, скорее всего, это будут виртуальные знакомства. У кого будет возможность куда-то поехать, ну, может быть, в отпуск, может быть, к знакомым, в гости, или просто в путешествие по путевке, то, естественно, в марте месяце вы попытаетесь тоже с кем-то познакомиться. Желание будет. А значит, и будут попытки поиска нового партнера. Что уйдет, двоечка? Двоечка мечей у нас выпала. Что уйдет? Ну, двойка мечей, она всегда говорит о какой-то неожиданности. Она всегда говорит о состоянии ступора. О состоянии некой растерянности. Что же делать? Какое решение принять? Как поступить? Вот. Поэтому, в какой сфере это может произойти, очень сложно сказать. Вполне возможно, это даже будет и не на событийном уровне. А может, это будет в вашей голове. Вот именно в вашей голове придет какая-то мысль. И эта мысль у вас настолько паразит, она для вас будет настолько неожиданной, что вы вот просто будете в растерянности, вообще-то, как говорится, вы ли это? Вот. И что с этим делаете? И как поступить? Может быть и такое, дорогие мои. Может быть и такое. Может быть неожиданчик, кстати, в делах семейных. Все-таки, если посмотреть на рисунок карты, камень отодвигается, значит, что-то новое открывается. И что оттуда выскочить? И что это будет новое? И вполне возможно, что это новое и приведет вас в некую растерянность. Я не говорю, что это плохое что-то будет. Нет. Мы видим на рисунке здесь, сейчас, минуточку, новорожденный. Для монашки новорожденный, да, это ступор. Это несовместимо, скажем так, с образом жизни монашки. Но ребенок, вот ребенок, он никогда не говорит о плохом. Так и у вас, да. Какой-то будет нежданчик. Ну, этот нежданчик, вот он случится и уйдет. Что придет в марте месяце? Здесь у нас выпал туз, чаш. Ну, эмоции будут через зверь. Придет какое-то событие. Или ваше состояние будет, оно будет очень эмоциональное. Вполне возможно, что вот этот шлюз, энергетический шлюз, который откроется у вас в марте, он и вызовет ваше состояние приподнятости. Знаете, как говорится, летаю, как на крыльях. Что-то вас осенило, что-то вам захотелось. Да, вполне возможно, желание партнерства, желание любви, желание нового союза. Это тоже может быть вот в такое состояние привести вас. Приподнятости, эмоциональности. Потому что вот если вот здесь смотреть по профессиональной деятельности, по финансам и по делам домашних, тут вроде бы карты не показывают какого-то такого вообще сумасшедшего события. Но тем не менее, тем не менее, март месяц будет вас будоражить. И это придет. Эмоционалить будет. То есть для вас, дорогие мои, в принципе, действительно, март месяц может оказаться шальным. Ну, вот так мне видится. И я желаю вам, пусть будет шальной для вас месяц, но в хорошем, в положительном, в таком ярком, позитивном смысле. Вот именно такого я только вам и желаю, дорогие мои. На этом я заканчиваю свой прогноз. Будьте счастливы. Будьте счастливы, голубушки мои. Пусть у вас все будет. Пусть будет то, что вы хотите. И до новых встреч на моем канале.